Здравствуйте! В эфире «Время жить», программа о том, как сохранить свое здоровье. Сегодня вы увидите... Болезни старческий склероз не существует, с чем тогда мы имеем дело. Угол зрения – лечение косоглазия у детей. Заболевание почек – симптомы лечения профилактика. Иногда родители замечают, что у их новорожденного малыша то один, то другой глазик отклоняется в сторону. В первые месяцы ребенок еще не может в полной мере управлять своими глазками. Это связано с тем, что его нервная система еще недостаточно развита. Окончательное формирование ее будет происходить еще в течение некоторого времени после его рождения. Главное, чтобы глазки отклонялись периодически, а не постоянные, только до определенного возраста. Если у ребенка глаза разбежались в разные стороны, родители должны смотреть на вещи прямо и поторопиться к окулисту. Правда, до шести месяцев малыш имеет полное право косить. А вот если косоглазие сохраняется после этого срока, ребенок прищуривается, поворачивается или наклоняет голову при разговоре, стоит проконсультироваться у детского офтальмолога. Он поможет разобраться, в чем проблема, ведь разновидности косоглазия больше 20. Одна из важных причин при косоглазии у детей – это аномалия рефракции. То есть строение глаза не соответствует тому строению глаза, которое должно быть у ребенка в этом возрасте. Все дети рождаются с гиперметропической рефракцией. И если гиперметропия больше, чем нужно, то получается сбой и происходит косоглазие. Чаще всего это бывает после перенесенных ОРЗ или после падений. Родители связывают это чаще всего с такими моментами. На развитие косоглазия влияют разные факторы. Это экологическая обстановка и прочно вошедшие в нашу жизнь телевизоры и компьютеры, осложнение развития внутриутробного периода и многое другое. Немаловажный фактор генетической предрасположенности. Если хотя бы один из родителей имеет проблемы со зрением, глазкам малыша нужно относиться очень внимательно. Часто мама беспокоится о внешнем виде ребенка с косоглазием, забывая, что это не только косметическая проблема. При этом заболевании глазки малыша не могут сфокусироваться на одном объекте. Тогда один глаз становится активным, а другой – менее задействованным в зрительном процессе. Как результат ухудшается зрение и способность к объемному восприятию предметов. Вот почему косоглазие нужно лечить чем раньше, тем лучше. Надо помнить, что косоглазие – это не только косметический дефект, а это и органическое поражение наступает, если его не лечить. Глаз, который косит, постепенно слепнет. Он не участвует в акте зрения и развивается ленивый глаз. Амблиопия. По-научному это амблиопия. Поэтому обязательно первый этап лечения косоглазия – это ношение очков. А второй этап – это заклейка здорового глаза и тренировки косящего глаза. То есть дети рисуют, или даже можно играть в компьютер, в планшет, тем глазом, который косит. И зрение постепенно повышается. И много аппаратного лечения, которое тоже проводится при амблиопии. Нужно обязательно поднять зрение этого глаза. И уже следующий этап – это оперативное лечение косоглазия. Прогноз результата лечения во многом зависит от качества выполнения рекомендаций врача, родителями и ребенком. А именно зависит, будет оперироваться ребенок или нет, снимет очки или нет. Всем родителям необходимо помнить, что диагностика зрения малыша необходима с самого раннего возраста, так как именно в детстве своевременно выявленные зрительные заболевания эффективно поддаются консервативным методам лечения. Почки – один из самых трудолюбивых органов человеческого организма. Именно через них проходит и фильтруется все самое вредное и опасное для здоровья. Однако, когда почки начинают болеть, требуется незамедлительная помощь и лечение заболеваний. Всевоспалительные процессы в почках чаще всего называют общим понятием нефрит, который подразделяется по причинам возникновения и совокупности симптомов на гламирулонефрит и пелонефрит. Симптомы воспаления почек очень похожи, но различные заболевания требуют индивидуального подхода в лечении, поэтому для установления точного диагноза нужно пройти ряд клинических анализов. Если появляются необычные боли в поясничной области, эти боли разной степени выраженности, или очень сильные по типу почечные колики, или небольшие тянущие боли в пояснице, или появляются отеки на лице, на руках, на туловище. Если появляется артериальная гипертензия, которая тоже может быть проявлением заболеваний почек, тогда нужно обязательно обратиться к врачу, либо же появляются какие-то неприятные ощущения при мочеиспускании. В последнее время врачам все чаще приходится встречаться с вторичными нефропатиями. Особенно много пациентов обращается в поликлиники с диабетической нефропатией. Известно, что сахарный диабет прогрессирует в геометрической прогрессии, увеличивается количество больных диабетом как первого, так и второго типа. На определенном этапе развития этого заболевания обязательно вовлекаются в процесс почки. Профилактика повреждений почек при сахарном диабете прежде всего заключается в коррекции хорошего углеводного обмена и обязательно контроля анализов мочи для определения патологических элементов в моче. Прежде всего, наличие белка в моче. Если появляются небольшие цифры белка в моче, это уже говорит о том, что имеется повреждение почек. Существует специальный тест-полоски для определения микроальбинурии. Пациент может сам контролировать по этим полоскам состояние своего здоровья. В том случае, если появляется микроальбинурия, необходимо проводить нефропротективную терапию для того, чтобы это поражение почек при диабете прогрессировало очень медленно, потому что если будет прогрессировать быстро, то также неизбежно наступит хроническая почечная недостаточность, которая потребует более серьезных методов лечения. Известно, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому врачи напоминают, профилактика болезней почек складывается из здорового образа жизни, первый и главный пункт которого – сбалансированное питание. Оно должно быть с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов. Необходимо избегать одностороннего питания, потому что имеются сейчас увлечения различными диетами, в том числе белковая диета. Это не очень хорошо, потому что во время сгорания белка в организме образуется большое количество продуктов азотистого обмена, образуется в большом количестве мочевая кислота, почки большое количество вывести не в состоянии, в результате эти продукты скапливаются в крови, они могут выпадать в виде солей и вместе со слизью давать картину камня, приводить к обструкции мочевых путей. Важно употреблять достаточное количество жидкости в течение суток. Врачи-нефрологи напоминают, следует избегать частого употребления и в большом количестве газированных напитков и концентрированных соков промышленного производства. Лучше пить воду обычную, морсы домашние. Настой растительных трав следует употреблять только как лекарство, не забывать, что все растительные травы – это лекарства, и употреблять их в том количестве, которое рекомендуется медиками. Ограничивать в питании соль, потому что суточная потребность соли составляет около 10 грамм в сутки, но не следует забывать, что соль содержится в хлебе, в мясных деликатесах, в сыре, и там ее содержится достаточно большое количество. Важно исключить вредные привычки. Большое значение в профилактике заболеваний почек имеет закаливание. Однако пусковым механизмом воспалительных процессов может стать такой фактор, как переохлаждение. Если человек застудил ноги, то наступает спазм сосудов. В результате этого повышается чувствительность почки к различным микроорганизмам. Спровоцировать заболевание может хронический танзелит и кариозные зубы. Поэтому все эти болячки важно не запускать, а вовремя лечить. Часто можно слышать, что причиной ухудшения памяти у пожилых людей является старческий склероз. Такого заболевания не существует. Склероз – это изменение нормальной ткани какого-либо органа и превращение ее в плотную соединительную ткань. Когда мы забываем слова, это симптом не склероза, а совсем другого заболевания. Головная боль, шум и головокружение, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. Подобные симптомы встречаются не только у пожилых, но и у людей среднего и даже молодого возраста. Зачастую пациенты не очень серьезно относятся к таким жалобам. Между тем они могут свидетельствовать о хронической недостаточности мозгового кровообращения. Когда это принимает уже более выраженную степень, здесь уже и степень поражения сосудов, конечно, будет уже совсем другая. Поэтому если человек видит, что он стал не настолько активен, не справляется со своей повседневной нагрузкой, выпадают из памяти слова, не всегда может назвать правильно предмет, забывчивость появляется, в это время как раз уже нужно обращаться к врачу для того, чтобы пройти соответствующее обследование и при необходимости, чтобы было уже назначено лечение. Потому что крайней степени всего вышесказанного является выраженные интеллектуальные нарушения, выраженные проблемы уже с функцией головного мозга, которые мы уже видим изменениями на магнитно-резонансной топограмме головного мозга. Главные причины возникновения и развития хронической недостаточности мозгового кровообращения – артериальная гипертония и атеросклероз. Врачи говорят, что если близлежащие родственники имели сердечно-сосудистые заболевания, то человек попадает в группу риска. Поэтому важно знать, что эта проблема существует. Исключить в первую очередь курение, больше уделять внимание диете, то есть исключить продукты, содержащие холестерин, ограничить соль, а еще поменьше волноваться. Интеллектуальная деятельность, конечно, это профилактика нарушений памяти, поэтому чтение книг, запоминание стихов, разгадывание кроссвордов, да, конечно, это тренирует память. Поэтому чем человек интеллектуально развитие, тем в меньшей степени мы надеемся на то, что проблемы когнитивные, как мы их называем, будут развиваться. Когда мы постоянно что-то забываем, слова, названия предметов – это симптомы хронической недостаточности мозгового кровообращения. Это не старческий склероз, такого заболевания просто нет. А вот рассеянный склероз существует. Очень часто наши обыватели путают понятие склероза, как его называют, и рассеянного склероза. Рассеянный склероз – это совершенно другое заболевание, это отдельная группа заболеваний, которая имеет совершенно другую природу, и, соответственно, лечение и прогностические признаки. Данным заболеванием страдают лица молодого возраста. Заболевание начинается, как правило, 25-45 лет. Может и раньше, но вот это стандартные сроки начала заболевания. Носит различную неврологическую симптоматику, то есть там может проявляться это заболевание также слабостью в каких-то конечностях, с головокружением, шаткостью, головными болями. Это заболевание центральной нервной системы, которое довольно часто поражает людей на пике их молодости. В большинстве случаев рассеянным склерозом болеют женщины. Происходит изменение в миелиновой оболочке нервов, они разрушаются, и этот процесс может происходить в любом отделе центральной нервной системы. Поэтому может появляться та или иная клиническая картина, совершенно разнообразная, совершенно рассеянная, поэтому она и называется рассеянной. Может быть, например, слабость в одной руке, с противоположной стороны ноги, головокружение, шаткость. Если эти симптомы появляются у человека молодого возраста, то с такими симптомами не нужно ходить и ждать, что все само пройдет, а нужно обязательно обратиться к неврологу и получить квалифицированную консультацию. Потому что данное заболевание имеет не очень хороший прогностический характер, и поэтому нужно обязательно это заболевание начинать лечить. и сначала выявлять, а потом уже лечить. Чем раньше, тем лучше. В нашем городе существует центр больных рассеянным склерозом. Сюда обращаются пациенты с выставленным диагнозом и люди с подозрением на это заболевание. Многие исследования показывают, что немалая часть наших граждан предпочитает заниматься самолечением самых различных заболеваний. Но неправильное использование злоупотребления лекарствами без рекомендации доктора может принести непоправимый вред организму. Среди прочих расстройств может образоваться даже лекарственная зависимость. Берегите свое здоровье, не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь в поликлинику к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова